Всем привет! Сегодня мы обсудим, как правильно понять срок исковой давности. Для многих должников понятие срока исковой давности является очень важным понятием, потому что оно дает им шанс на то, чтобы, скажем так, получить своего рода освобождение от выплаты кредита. Почему это важно? Потому что если ваш кредитор, по сути, пропустил этот срок исковой давности, то значит он уже утратил право обратиться с иском в суд и через суд присудить вам долг. А если он не сможет присудить вам долг через суд, значит не сможет открыть исполнительное производство у государственного или частного исполнителя, а соответственно не сможет принудительно взыскать с вас этот долг. Так вот, как правильно понять и высчитать этот срок исковой давности, чтобы, соответственно, при необходимости, если ваш кредитор подал на вас в суд, подать соответствующее ходатайство о том, чтобы суд применил эти сроки исковой давности. Здесь все достаточно просто. Есть общее понятие срока исковой давности, который составляет 3 года. То есть, если, например, вы взяли кредит, перестали платить, и с момента, как вы перестали платить, истекло 3 года, и ваш кредитор обратился в суд после истечения этих 3 лет, с момента, как наступила просрочка по кредиту, вы уже имеете право подавать в суд ходатайство о применении сроков исковой давности и рассчитывать на то, что суд в связи с этим отклонит иск банка и откажет банку взыскивать с вас сумму долга. Это первый момент, который четко нужно понимать. Второе. Предположим, банк подал на вас в суд в сроки соответствующие, в течение этих 3 лет, с момента, как вы перестали платить, но, например, он это сделал через 2 года и выставляет вам пеню за эти 2 года, то также знайте, что срок исковой давности по пене не может превышать 1 год. То есть, по сути, 2 варианта использования здесь исковой давности. Или они могут претендовать на пеню только за 1 год, или вы вообще можете, так сказать, просить суд освободить вас от оплаты пени, потому что они не подали в суд в течение 1 года после наступления просрочки. То есть, не использовали свое право обратиться в суд за взысканием этой пени. Напомню, суд не применяет сроки исковой давности автоматически. Если кредитор подает в суд позов с пропущенным сроком исковой давности, такой позов все равно будет принят, рассмотрен. И именно вы, вы как ответчик, должны подать в суд ходатайство о том, чтобы суд применил этот срок исковой давности и отказал, соответственно, вашему кредитору в иске. Если вы этого не сделаете, даже при условии пропущенного срока исковой давности, суд может рассмотреть дело и удовлетворить его в пользу вашего кредитора. Поэтому не игнорируйте такой суд, пользуйтесь и защищайте ваши права. Надеюсь, эта информация была вам полезна. Комментируйте это видео, нам интересно ваше мнение. Также напомню, что если вам нужна помощь наших специалистов в решении любых долговых вопросов, в том числе связанных и с судами, с кредиторами, то записаться на платную консультацию вы можете по телефону нашего контакт-центра. Телефон в описании к этому видео. Всем успехов! Субтитры создавал DimaTorzok